всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса и рубрика коротко и ясно в прошлом ролике вы посмотрели коротенькую информацию о том что такое вегетососудистая дистония о том что это эмоциональное состояние она требует обследования но не требует вашего беспокойства требует работы с эмоциями теперь мы продолжаем тему коротко и ясно и поговорим о такой часто сопровождаемый вегетососудистой дистонии но не всегда в неврозах это паническая атака я сейчас расскажу вам очень важную информацию которую постарайтесь записать или запомнить или пересматривать этот ролик снова и снова у нас есть вегетососудистая дистония у нас есть паническая атака и у нас есть целом невротическое расстройство многие здесь путают что первично что вторично что включает что не включает поясняю есть невротическое расстройство это эмоциональное расстройство у которого есть проявление телесное это и есть вегетососудистая дистония то есть vsd это проявление невротического расстройства в момент проявления вегетососудистой активности человек может испугаться этой активности а может не испугаться вот если вы последуете совету в первого ролика по vsd вы не испугаетесь просто не испугаетесь отличаетесь поймете что это ему эмоции и так далее но если вы испугаетесь если вы мыли посуду куда-то ехали что-то делали и вдруг началась вегетатика вас пришла в голову мысль а вдруг это инфаркт вдруг это инстульта вдруг мне станет плохо вдруг место шнит а вдруг это все увидят а вдруг я сойду с ума, а вдруг эта вегетатика поднимется, если что-то произойдет. Вот если вы подумаете таким образом, вы испугаетесь. В интернете эта аббревиатура называется PA, но на самом деле это называется panic attack или паническая атака, или panic disorder, паническое расстройство. Давайте поговорим о том, что же такое паническая атака, паническое расстройство и агорофобия. Итак, паническая атака – это кратковременный, эпизодический острый приступ страха смерти, характеризующийся выбросом адреналина в кровь и работой инстинкта самосохранения. Инстинкт самосохранения командует вашей нервной системе. Бей, беги, замри. Это три основные команды, которые выполняет ваш адреналин. Если я возьму шприц и сделаю тебе инъекцию адреналина, ты испытаешь физиологическую паническую атаку. У тебя сердце застучит быстро, у тебя спазмируются сосуды, у тебя пойдет онемение по ногам, тебя бросит то ли в пот, то ли в холод, ты начнешь куда-то хотеть бежать. Я тебе просто вколол адреналин. Твои надпочечники выделяют точно такой же адреналин. Но когда? Когда ты интерпретируешь ситуацию как угрожающую. А теперь представь себе феноменальную работу твоего мозга. Твой мозг не видит разницы между тем, что на тебя напала собака, и у тебя выбросился адреналин со словами «я побежал». И тем, что ты думаешь, что на тебя напала собака, вдруг нападет, а вдруг там случится, мозг разницы не видит. Я поясню. Представь себе такую историю. Ты едешь в метро. У тебя началась вегетативная активность, потому что у тебя и так уже эмоциями переполнено твое невротическое расстройство. И ты подумал, а вдруг это инсульт, а вдруг это инфаркт, как у моей там знакомой я читал. Ты сам себя испугал собственными мыслями, но ты этого не заметил. Твой мозг поверил, что у тебя сейчас начинается инфаркт. Ты его в этом убедил. Твой мозг поверил, что у тебя сейчас возможно случится инсульт. Твой мозг поверил, что возможно ты сейчас обоссышься, и все это увидят. Твой мозг поверил в то, что возможно ты сейчас сойдешь с ума. То есть ты сам поверил в то, что ты себе придумал. И сам от этого испугался. Вот этот испуг на ровном как бы месте и называется панический приступ. Понимаешь? То есть на самом деле это не симптомы инфаркта, это не симптомы инсульта, это симптом просто испуга. Вот это важно понимать. Многие наши пациенты считают, что их кроет вдруг на ровном месте. Вот она говорит, я выхожу на улицу, меня кроет. Нет, я не кроет. Ты выходишь на улицу и думаешь, а как бы мне не стало плохо, а как бы я не упала, а как бы я не умерла, а если со мной случится приступ, а здесь нет скорой, а если мне станет плохо, мне никто не поможет, а если мне станет плохо, мне все это увидят, а если мне станет плохо, я сойду с ума. От этих фантазий творческих ты и пугаешься. У тебя поднимается вегетативная активность, ты говоришь, о, началось. И точно пугаешь себя. И побежала домой. То есть на самом деле схема выглядит таким образом. Посмотри на этот слайд. Ситуация. Ты куда-то вышла. Затем ты подумала, а вдруг, а что, а если, а может быть, испугалась и начала бегство домой. А затем все это начинает крутиться по кругу. Теперь давай разберемся, что такое паническое расстройство. Паническая атака – это просто феномен панической атаки, где ты испугался за собственное здоровье и побежал куда-нибудь на улицу или вызвал скорую, потом стало легче. Паническое расстройство – это системные панические приступы испуга самого себя. Как выглядит схема? Схема может выглядеть таким образом. Вот есть какая-то телесная активность, которая может перерасти в панику, а может и не перерасти в панику. Вот тут надо важный момент понять. Помнишь, мы говорили про ВСД и невроз? Вот вегетативная активность – это проявление эмоций в невротическом расстройстве. Это чувство и тело. Ты, например, испытываешь тахикардию. Ну, предположим. И вот здесь будет два варианта. Если ты едешь в метро, идешь на улицы, и эта тахикардия тебя пугает, и ты ее пугаешься, у тебя будет паника. Если ты ее не пугаешься, у тебя не будет паники. Поэтому терапия панических атак заключается в следующем. Записываете, берите ручки или пересматриваете. Итак, упражнение для панической атаки. Первое. Самое главное, что надо знать о панической атаке, это то, что это испуг, а не приступ. И пугаешь себя ты сам. Сам себя пугаешь. Второе, что надо знать о панической атаке. Никакая паническая атака не способна тебя убить. Эпизодическая, постоянная, частая и так далее. Это подтверждено тысячами пациентов, тысячами историй. Посмотри интернет, никто никогда от этого не умер. Но все говорят о том, как это блин их замучило. То есть от панических атак не умирает. Но это субъективно неприятно. Логика здесь очень простая. Панический приступ – это приступ испуга, характеризующийся выбросом адреналина. Адреналин колен при анимации. Адреналин колен стоматологии. Адреналин колен многим пожилым людям при определенных моментах. Адреналин колен при острых аллергических реакциях. Адреналин вырабатывается вашими надпочечниками. Вопрос – зачем все это делается? Адреналин не убивает, а наоборот помогает. Если бы не было адреналина во время панической атаки, человек бы никогда в процессе эволюции не выжил бы. Потому что именно адреналин заставляет его бежать, бороться, спасаться, действовать. Без адреналина человеческую особь давно бы вымерла. Соответственно, запомните, выброс адреналина вас не убьет. Как бы вам не сжималось все, как бы не было страшно, вы не умрете. Это невозможно. Организм не может себя сам задушить в метро. Не может организм взять и себя загасить. Так не бывает. Ты прошел обследование, у тебя все хорошо. Ты просто себя пугаешь. Но тут есть момент, связанный с агорофобией. Слушай меня внимательно. У твоего головного мозга есть еще одна уникальная функция. Это скриншот. Помнишь, как ты делаешь скриншот на компьютере или на телефоне? У тебя изображается все, что ты имел на экране. Вот во время острого испуга у твоей физиологии есть очень интересный защитный механизм. Он фотографирует среду, в которой ты остро испугался. Звуки, запахи, обстоятельства, место, где ты находишься. И потом запоминает это. И как только ты попадаешь в эти же обстоятельства, тот же аромат, те же звуки, то же место, организм тебе начинает напоминать. Будь внимательный, тут ты когда-то испугался. Будь внимательный, тут ты когда-то испугался. Он как бы тебе напоминает, чтобы тебя предупредить твою биологию. Но ты же это напоминание ощущаешь в виде вегетатики. И ты говоришь, ой, меня кроет. Ой, меня кроет. Да не кроет тебя. У тебя организм просто запомнил, что тут у тебя когда-то был острый испуг. Ты испугался. И он тебе просто напоминает, а помнишь, ты здесь? Он же не видел, что тебе ничего не угрожало. Это то же самое, что девочку испугал какой-то человек там в подъезде. И уже при подходе к подъезду она что чувствует? Напряжение. Он ей напоминает, помнишь, у тебя было что здесь? Аккуратней. И никого не кроет. Вы должны знать эту физиологию. Вот это понятно? Принцип скриншота. Поймите это. Если у тебя была когда-то паническая атака в метро, у тебя организм это просто запомнил. Метро не создает панику. Метро не создает приступ. Если у тебя это было в лифте, лифт не создает никакую панику. В самолете, самолет... То есть, проще говоря, обстоятельства не создают этот приступ. У тебя ни один орган не может вылезти и посмотреть, где мы находимся. Блин, мы далеко от дома. Нет, все, мы далеко от дома. Органы не видят, где ты находишься. Видишь только ты. Или помнят, что вот здесь у меня когда-то было. Итак, следующее, что тебе надо знать о панической атаке. Следующее. Есть серия упражнений, которые помогут тебе справиться с вот этим рефлексом по поводу приступов паники. Давай поговорим сейчас об этих упражнениях. Итак, первое упражнение, в которое сложно поверить, в которое сложно донести до своего мозга, но это самое главное, что тебе надо знать. Паническая атака перестает тебя преследовать тогда, когда ты перестаешь себя пугать. Паническая атака – это испуг, надо перестать себя пугать. Но как же перестать себя пугать? Чтобы перестать себя пугать, надо перестать верить в то, что паника опасна. По этой логике, ты не будешь бояться, что она наступит. Понимаешь, в чем секрет? Панический приступ преследует тебя только из-за твоего страха, что он случится. А вдруг у меня там? А вдруг он меня накроет? А вдруг, а вдруг, а вдруг? И ты говоришь, только бы не накрыло, только бы не случилась паника, только бы этого не было, а то это же опасно. Кстати говоря, люди боятся двух вариантов. Люди либо боятся умереть, либо люди боятся сойти с ума или произвести плохое впечатление этим приступом. То есть тут вариантов два. Что фантазируют люди, почему они себя пугают до паники? Либо я умру от сердца, либо я упаду, и все это увидят, и будут себя как-то вести странно. Либо я просто тупо сойду с ума, мне вдруг упекут. Вот эта история и вызывает панику на самом-то деле. Теперь смотришь, что надо сделать. Первое и самое главное упражнение основано на принципе отсутствия какого-либо нежелания, чтобы она была. Ты должен, только это внимательно, ты должен искренне захотеть, чтобы ты испытал панику. Ты должен искренне захотеть ее прожить, а никак не избегать. С тебя с завтрашнего дня 10 вызванных панических атак. Идешь на улицу и говоришь, я хочу, чтобы это случилось, давай. Затем ты выполняешь второе упражнение. Ты должен во время вегетативного состояния усилить это состояние силой своего желания. Я хочу еще сильнее. Что-то как-то слабенько сегодня. Что-то как-то мне не очень умирается. Давай-ка сильнее. И досчитай до 33. Давай еще сильнее раз. Давай еще сильнее два. Это касается панической атаки. Давай еще сильнее три. Что-то слабо как-то. Ой, ой, умираю. Наполни себя максимально с желанием это все прожить, а никак не убегать. Просто встань открыто и скажи, да, давай, пожалуйста, убирай. Где я тут упаду сейчас, умру? То есть ты должен иронизировать. Ты должен идти на панический приступ. Ты должен хотеть. И он рассеется. Он очень быстро рассеется. У меня клиенты справлялись с этим за неделю, за три дня, за две недели. А есть люди, которые продолжают иногда это испытывать. Нету понятия недолеченных панических атак. Есть человек, который либо боится, либо не боится. Вот чтобы не бояться, надо убедить себя в том, что панический приступ безопасен. Вот это самое главное. И последнее на сегодня про агорофобию. Агорофобия – это запоминание места по принципу скриншота, где когда-то было страшно. И избегание этих мест. Теперь ты знаешь, что надо делать. С завтрашнего дня ты выходишь на улицу, выписываешь на бумажку все места, где у тебя это было, и где тебе это было страшно. Идешь в эти места, и провоцируешь панику, и стараешься ее там прожить. И ни шагу назад. И если ты проделаешь все эти упражнения в течение недели, ты сможешь передвигаться по своему городу, и вернешься обратно и в метро, и на улицу, и так далее. Паника безопасна. Ты сам создаешь и пугаешь себя перспективой, что ты умрешь. Это просто перспектива фантазии. Захоти паническую атаку. Усиль мысль на это состояние, как только можешь. Иронизируй над этим. И ни шагу назад. Каждый день делай эти упражнения. Выпиши обстоятельства, и по пунктам их посещай. Ни шагу назад. Умри там на этом мосту. Но ни шагу назад. И ты увидишь, что очень быстро ты с этим справишься. Это просто привычка считать, что там что-то случится. Не случится. Подписывайся на канал Невроза Мегаполиса. Смотри рубрику «Коротко и ясно». Увидимся в следующих роликах.